Ну что, в добрый путь! Крылова Юлия Александровна. Врач-невролог в Центре для лечения пневмонии, вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Я первопроходец в нашей семье. Я единственный доктор в нашем роду. И с детства я мечтала, конечно, быть врачом. С 5 лет я уже ходила всем, говорила, что я буду врачом. Я ставила уколы всем своим мягким игрушкам. И мне это очень нравилось. Конечно, основная моя задача – это все для блага людей. Я люблю помогать людям. И это меня очень сильно стимулирует по жизни. Закончила я Воронежскую академию медицинскую. И после окончания я сразу же пришла в областную больницу. Я устроилась в неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровопрощения. Давайте пальчик померим сто раз с вами. Температуры не было уже, да, за время суток? Нет, температура нет. Потихонечку двигаетесь, встаете, ходите. Со стулом, с мочеиспусканием все хорошо, проблем нет, да? В космос. 99. Молодец. К нам подошла наша старшая медицинская сестра и заведующая отделением и сказала, что вот открывается ковид-центр на нашей территории, кто-нибудь есть желающие. Я изъявила желание, несмотря на то, что у меня двое ребятишек маленьких. Ну, конечно, меня многие не поняли в этот момент. Сказали, зачем тебе это же страшно очень, у тебя дети, у тебя муж. Однако же, не знаю, вот, решила для себя, что мы корону победим. Мы ее все вместе однозначно победим. Юлия Александровна, дай Бог вам здоровья и сил. Спасибо огромное. С уважением, Точилины Павел и Елена. 19-30 апреля 2021 года. И меня спасла. Спасибо, Юлия Александровна. Конечно, одеваться поначалу было очень тяжело. Не знали, какой порядок все-таки, как, что, зачем идет. Но, когда это все-таки ежедневно и по несколько раз в день, конечно же, автоматизм дает о себе знать и потихонечку привыкаешь к этому. Вот. Девчонки у нас помогают, сестры, они молодцы. Без них мы бы, конечно, не справились, потому что есть некоторые моменты, когда вот перчатки очень тяжело одевать, когда там надо очень быстро заходить в зону. Естественно, это требует очень большой скорости, скажем так. Ну, так вот, в чем трудности там? Тяжело дышать? Летом невыносимо. В респираторе сами по себе очень тяжело дышать, в отличие от обычных масок. И плюс очки. Очки постоянно потеют. То есть мы смотрим на мониторы. И пока обход сделаешь, пока проведешь там несколько часов, конечно, мы выходим все сырые, все мокрые. Ну, что поделать? Работа такая, как говорится, мы знали, куда мы шли. И знаем, за что мы боремся. Восход дал им вот и терпение, и добра. Это такой труд они несут здесь. Это просто. Это вот кто тут не был, он не знает. Чистота убирают. Я просто восхищена ими. Это не то, что красный словца. Это действительно, я вот это все смотрела. В красной зоне мы проводим очень много времени. То есть с утра заходим после определенной оформленной документации. И выходим иногда очень поздно вечером. Почему? Опять же, потому что пациенты все тяжелые. Каждый пациент, он требует определенного времени к себе. То есть мы должны посмотреть, мы должны уложить его в нужную позицию, скажем так, чтобы легкие работали более эффективно. Мы должны скорректировать терапию, потому что очень многие пациенты и с сахарным диабетом, и с инсультом. Очень многое тоже зависит от назначенной нами терапии. Померить сатурацию, померить давление. То есть все это, конечно, требует времени. Пациентов очень много. И сейчас ковид помолодел. Многие пациенты очень молодые и гораздо тяжелее поступают, чем это было раньше. Потому что, ну, по всей видимости, вирус мутирует и очень сильно мутирует. Самое первое, на что пациенты начинают жаловаться, это повышение температуры. Это будучи еще в домашних условиях лечения. Температура, озноб, жар, недомогание, общая слабость. Это, конечно, характерно, может быть, и для любой вирусной инфекции. Но для коронавирусной инфекции характерно то, что температуру ничем нельзя сбить. То есть она держится стойко и не поддается иногда обычным препаратам. Конечно, обязательно нужно обращаться за медицинской помощью. Как только вы заболели, обязательно это нужно, потому что только специалист, медицинский специалист вам сможет помочь. Не занимайтесь самолечением, не нужно это делать, потому что иногда это вредит уже потом. Когда пациенты попадают к нам, мы уже не можем назначить те препараты, которые могли бы изначально, если бы пациент не принимал что-то в домашних условиях. И, конечно же, уже к нам они поступают всегда на поздней стадии, когда уже выраженная одышка. Пациенты перестают узнавать родственников. Это как проявление гипоксической энцефалопатии. Они становятся неадекватными, с какими-то эпизодами агрессии. Бывают непроизвольные акты мочеиспускания. То есть все это уже говорит о запущенности процесса. И, естественно, чем раньше пациент попадает в стационар, тем исход будет, конечно, лучше. Получилось так, что летел с дома и получилось, вот, если бы не скорая и не привезла сюда бы, то бы плохо было бы. В течение трех дней свалило. Многие пациенты считают, что, ну, коронавирусную инфекцию выдумали, что ее нет просто. И, опять же, многие больные потом, попадая сюда, говорят нам, доктор, как же мы ошибались, насколько это тяжело, насколько это больно. Вакцинированных пациентов поступает гораздо меньше. И, конечно, люди боятся, может быть, делать вакцину, потому что, ну, разные ситуации есть, исходов после нее. Но поверьте, вакцинированных пациентов мало в реанимации. То есть если даже они и поступают к нам в отделение, они настолько легко ее переносят, эту инфекцию, что просто вот несколько дней мы их отпускаем домой в полном здравии. И, естественно, у нас сейчас такая ситуация, что этого многие недопонимают, что вакцинироваться нужно. Мы должны сплотиться все. Если мы сплотимся в Тамбове, если мы сплотимся в России, вакцинироваться будем, конечно, такой ситуации не будет. Мы все-таки эту инфекцию мы перебудем. Нет, прививка не делала. Как-то была спокойна к прививке, как-то на душе спокойна была. А вот сейчас мы, и мы уже после инфаркта, вот подлечимся и, наверное, сделаем. Все-таки полегче. Доктор мне сказал, полегче будет переноситься. Конечно, контингент пациентов у нас здесь тоже довольно-таки своеобразный. Очень тяжелые пациенты. У кого-то заболевания почек, у кого-то печени, инсульты, инфаркты. И, конечно, от нас очень многое зависит, правильно назначить лечение необходимо. И самое, конечно, наверное, главное, что должен быть контакт между врачом и пациентом. Если этого контакта не будет, говорить об успешности лечения, конечно, нельзя. Пациент должен полностью отдаться врачу, потому что лечение этой инфекции, оно очень длительное, очень непростое. Многие пациенты боятся, что они задохнутся, боятся, что они не выйдут за пределы этой больницы. И мы, в первую очередь, должны их поддержать, конечно, морально. В общем, все такие были в докторах. Вопросы задают такие наводящие, которые самые такие актуальные. Ну, в общем, хороший врач. На поправку-то с ней идете? Иду, конечно. И морально, и физически. Господи, пошли крепкого здоровья людям в белых халатах. Юлечка, мои искренние пожелания вам, как от коллеги. Желаю вам сил, терпения, здоровья. Здоровья, здоровья вам и вашей семье. Пусть Бог вас бережет. У нас пациентка одна лежала очень долго в реанимации. Настолько она была слабая, что она просто не умела ходить. Потому что физически не было сил. И вот мне почему-то запомнилось, как мы ее заново учили ходить. У нас здесь есть ходунки специальные. Сначала мы ее ставили на ходунки и делали шаг. Потом мы делали два шага. В итоге от нас она ушла на своих ногах. Когда ее встречала дочка, просто эмоции у нее зашкаливали, у дочки. Потому что говорили, что она лежит, она не встает, она не ходит. У дочки зашкаливали эмоции. И вы знаете, даже весь медперсонал наш здесь тоже прослезился. Потому что это была крайне тяжелая пациентка, которую мы всем отделением, и реаниматологи, и терапевты, мы ее все вытягивали. Все-таки сплоченность коллектива, она дает результат по борьбе с коронавирусной инфекцией. Вот в нашем случае мы очень сплоченный коллектив. И это нам дает свои определенные клады. Вы знаете, а кто кроме нас? Если каждый врач сейчас будет рассуждать о том, что я не пойду, потому что мне страшно, и мне это боязно, ну тогда наши больные, к сожалению, они останутся без внимания, без лечения. Я все-таки, учась в Воронеже, давала клятву Гиппократа о том, что буду стоять до последнего, буду с больными до конца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова